Уже в прошлый раз говорили о критике логического реализма, которую предлагает Майкл Резник в своей книге «Математик как наука о паттернах», наверное, по-русски надо говорить. Вот, но некоторые моменты мне, по крайней мере, остались непонятными из того, как эта критика предлагается в книге, и через два года после публикации книги Резник еще опубликовал статью «Против логического реализма». В этой статье повторяются, причем некоторые моменты повторяются буквально, и Резник открыто в начале статьи говорит, что ряд фрагментов заимствованы из книги, поэтому на некоторых нюансах я не буду подобно останавливаться. Ну, во-первых, надо прояснить, что же такое логический реализм и как его Резник себе представляет. Он говорит о том, что логический реализм определяется для него двумя принципиальными моментами. Первое, что существуют какие-то факты, которые не зависят от нашего психологического устройства, от наших лингвистических конвенций или практик построения рассуждений. И эти факты определяют то, что является логической истиной, определяют то, имеет место отношение к логическому исследованию или нет, и определяют то, имеет место логическое противоречие или нет. Ну, то есть они что-то говорят о логических свойствах, так называемых. Логические свойства участвуют как компоненты в этих фактах. Можно говорить, наверное, что это логические факты. Вот. Кроме того, Резник в этой статье говорит о том, что есть еще третий момент в определении логического реализма. И он состоит в том, что определенные предложения являются логически истинными, да, и между определенными предложениями имеет место отношение логического исследования и так далее в объективном смысле. Но он этот третий смысл логического реализма рассматривать не будет. То есть он фокусируется на первых двух, которые считают определяющими и наиболее важными. Надо сразу же оговориться, что принятие позиции логического реализма с точки зрения Резника не обязательно предполагает принятие классической логики или какой-то другой конкретной логики. И вот этот логический реализм является метафизической концепцией, а не эпистемологической. Некоторые замечания по поводу критики логического реализма. Во-первых, Резник говорит о том, что когда он будет критиковать логический реализм, это не означает, что он будет отлицать логические истины вообще, или будет отлицать какие-то традиционные принимаемые нами формы дедукции. Ну то есть конкретно, например, это можно показать. Допустим, у нас такое есть рассуждение, если Земля круглая, то она круглая или твердая. И в этом рассуждении говорится о некотором факте о планете Земля. Но этот факт о планете Земля, он не является логическим, и, соответственно, он не отражает логическую истину. Либо же можно еще выстроить такое рассуждение. Неверно, если единорогии не существует, то неверно говорить, что логически возможно, чтобы единорогии существовали. С точки зрения Резника, вот это рассуждение, оно тоже не является чем-то, что бы соответствовало специальному виду фактов, логических фактов. Потому что с его точки зрения никаких логических фактов, просто на кристалле нет. То есть получается, что вот эти вот два примера, они не являются неким описанием действительности. Они не являются сообщениями о фактах, которые были бы независимы от нас, от нашего языка, нашей психологии, наших конвенций относительно языка и относительно рассуждения. Тем не менее, надо сказать, что логический реализм достаточно тесно связан с некоторыми другими формами реализма. Ну, например, логический реализм связан с модальным реализмом. Поскольку модальный реализм является какой-то, скажем так, конкретной реализацией логического реализма. И, соответственно, если мы будем критиковать логический реализм и определим, что логический реализм является необоснованной точкой зрения, то это будет автоматически являться критикой модального реализма. То есть проблемы с логическим реализмом являются проблемами с модальным реализмом автоматически. Кроме того, если мы отрицаем логический реализм, то мы, соответственно, отрицаем те версии модального реализма, в которых модальные понятия сводятся к логическим понятиям. То есть если у нас имеет место позиция модального реализма, и мы считаем, что необходимость это метафизическая необходимость совпадает с логической необходимостью, то это означает, что мы не можем отвергнуть логический реализм, поскольку это будет непоследовательностью наших рассуждений. Ну и надо сказать, что если мы отрицаем логический реализм, то необязательно мы автоматически отрицаем реализм относительно каких-то сущностей, постулируемых формальной или математической логикой, или каких-то утверждений, которые делаются в рамках формальной или математической логики. Ну, например, мы можем дать теоретикам множественное определение формальной корректности, и, соответственно, если мы критикуем логический реализм, это не означает, что мы критикуем это определение. Нет. Отношения между логическим реализмом и какими-то конкретными концепциями математической логики, они несколько более тонкие. Ну и надо сказать, что принятие реализма относительно таких сущностей, которые постулируются математической логикой, предполагает скорее математический реализм, а вовсе не логический реализм. Зачем же Резнику вообще предлагать критику логического реализма? Поскольку он в основном занимается философией математики, и он придерживается реализма философии математики, то ему требуется показать, что антиреалистская точка зрения философии математики является неадекватной. И вот он обнаруживает, что некоторые концепции философии математики занимаются подменой математического реализма логическим реализмом. То есть это концепции, в которых отрицается какое-то самостоятельное существование математических объектов, и говорится о том, что никаких математических объектов на самом деле нет, а математика, она описывает что-то другое. То есть в этих концепциях тезис о существовании математических объектов, например, заменяется на тезис о возможности таких объектов. И это имеет место у Хеллмана в его модально-структуралистском подходе, который мы частично обсуждали, и у Филда. В его фикшионализме и в дальнейшем развитии этой концепции. Что в этих концепциях и философии математики осуществляется? В них отрицается возможность сведения фактов логики к фактам математической теории доказательств, или теории моделей. Иначе бы сторонники этого математического антиреализма были бы вынуждены признать реализм относительно математических объектов. Не как математические объекты были бы первичными. В таком случае надо было бы признать их существование. Кроме того, отрицается реальность возможных миров, а модальность понимается как примитива. То есть напомним, что, допустим, поскольку мы на Хеллмане более подробно сложились, чем на Филде, у Хеллмана необходимости и возможности понимаются как примитивы, которые не могут быть объяснены с помощью семантики возможностей миров. Поскольку такое объяснение предполагает, что мы описываем понятие необходимости и возможности через теоретико-множественные понятия, соответственно, мы осуществляем сведение необходимости и возможности к математическим планетам. И так как Хеллман хочет показать, что никаких математических объектов на самом деле нет, то такой подход его не устраивает. Соответственно, он понимает модальности как примитивы и объясняет математику через обращение к этим примитивным модальностям. Значит, немного более подробно относительно логического реализма Хеллмана и Филда. Они предполагают, что, конечно, утверждения математики являются истинными или ложными. Хеллман относительно математики не придерживается какой-то определенной точки зрения. То есть он говорит о том, что некоторые утверждения математических объектов являются истинными, некоторые являются ложными. А вот Филд, например, в отличие от Хеллмана, говорит о том, что все математические утверждения являются ложными. Они придерживаются такой точки зрения, что утверждения математики имеют истинностное значение вне зависимости от наших показательств или построений. Однако они стремятся это объяснить не с помощью обращения к независимо существующим от нас объектам, а с помощью понятия логической необходимости и возможности этих самых утверждений. То есть они придерживаются тезиса об объективности математики, в смысле того, что утверждения математики не зависят от нас, их истинность не зависят от нас. Но при этом им нужно объяснить это каким-то другим образом, без принятия существования математических объектов. Ну и свой логический реализм одни еще и обосновывают таким образом, что заявляют, будто бы логический реализм является самой базовой концепцией, которую всякий математический реалист обязан принимать. И эта позиция обосновывается таким образом, что если кто-то считает, что существует бесконечное множество, то он обязательно считает, что эти множества возможны. Потому что он не может существовать, что они невозможны, и при этом считать, что они существуют. Ну то есть получается, что Хелман и Филд, они в своих концепциях предполагают некоторое определенное и весьма сильное понимание вот этих вот модальностей, логической возможности, логической необходимости. Поскольку они, в принципе, говорят о, например, логической возможности стандартных математических теорий. Кроме того, Резник в качестве примера логического реализма приводит еще концепцию Чехары. Это чар Чехара, который тоже достаточно много сделал в рамках философии математики. Правда, оценка Резником концепции Чехары не настолько однозначна, как это имеет место относительно Хелмана и Филда. В конце концов, Резник сомневается в том, можно ли Чехаре вообще приписать концепцию логического реализма. Значит, в чем очень кратко состоит идея Чехаря? Он предлагает понимать утверждение о существовании математических объектов как утверждение о возможности построения определенных конкретных объектов. То есть он говорит не об абстрактах, а о конкретных объектах. И он вводит специальный квантер возможности построения. Он его обозначает как С, где СХ означает возможно построение. И при этом вот этот вот специальный квантер возможности построения, он не сводится к конструкции из оператора возможности, существования и, соответственно, перемен. То есть возможность существует Х, это несколько другой смысл. И возможность построить Х, это нечто совершенно отличное от этого. Если анализировать концепцию Чехара, то следует отметить, что он признает модальные факты. Но при этом он говорит о том, что возможностей миров никаких нет, но весь разговор о возможностях мира следует заменить на разговор о том, каким мог бы быть этот мир. То есть актуальный мир. То есть он предлагает некую переформулировку. Вот. Ну и, как Резник говорит, может показаться, что Чехара является модальным реалистом. Однако имеются некоторые сомнения в том, вообще поддерживает ли он определенную концепцию модальных фактов, как логически необходимых, логически возможных и решений. Не придерживается. И, соответственно, однозначно оценить идея Чехара для Резника не представляется возможным. То есть он говорит, что, казалось бы, Чехара склоняется к концепции логического реализма, но, может быть, у него есть какие-то тонкости, которые позволяют ему делать похожее на логический реализм утверждение, но при этом придерживаться какой-то другой точки зрения. Вот. Ну, Хелман и Филт Резником однозначно классифицируются как сторонники логического реализма. Вот. Какие же аргументы обычно приводятся в пользу того, чтобы принять логический реализм? Во-первых, сторонники логического реализма утверждают, что это позиция по умолчанию. Правда, есть по этому поводу определенные сомнения. Во-первых, не совсем понятно, где конкретно это по умолчанию имеет место. То есть, по умолчанию в обыденной практике мы принимаем логический реализм, или по умолчанию в науке, или в математике, или, может быть, где-то еще. Это остается непроясненным. Кроме того, Резник утверждает, что если мы посмотрим на обыденный язык и на практику развития научного знания, то мы заметим, что там не предполагается позиция логического реализма. Ну и кроме того, логический реализм, если его сравнивать с математическим реализмом, не играет такой существенной роли в науке и, соответственно, не поддерживается чем-то вроде аргументов о неустранимости. То есть, мы не можем сформулировать аргумент о неустранимости логического реализма в духе Куайна и Патнема, который бы показывал, что логический реализм требуется для науки. То есть, что сущности, постулируемые логическим реализмом, постулируются нашими наилучшими научными теориями. Вторая причина принятия логического реализма состоит в том, что утверждается будто бы логика объективна и она не зависит от наших желаний и убеждений. Но надо сказать, что объективность логики вообще говоря может быть объяснена разными способами. Не только тем, что существуют какие-то независимые от нас логические факты. Также объективность логики или скорее интерсубъективность логики может быть объяснена обращением к лингвистическим конвенциям, обращением к каким-то важным центральным истинам науки или обращением к нашей психологии. Наше психологическое устройство тоже не зависит от наших желаний или убеждений. Или наш язык, на котором мы говорим как участники некоторого языкового сообщества тоже не зависит от наших желаний и убеждений. Я не могу захотеть использовать язык по-другому и осуществить это желание так, чтобы меня еще понимали все остальные. И, соответственно, моё психологическое устройство от моих желаний никак не изменится. Если я хочу быть очень умным, не обязательно это будет осуществлено. кроме того, если логика признается объективной и независящей от нас, то тогда у логического реалиста возникает проблема. Логическому реалисту нужно объяснить, откуда же мы тогда знали, эти логические факты, которые от нас не зависят, каким образом мы можем их познавать и как наша оценка тех или иных рассуждений и тех или иных утверждений связана с этими логическими фактами. Как логические значения, которые мы приписываем предложением нашего языка, связаны с этими логическими фактами. Ну и надо сказать, что альтернативы логическому реализму, они соответственно само их существования ставят под сомнение вывод к наилучшему объяснению, поддерживающим логическим реализм. То есть у нас есть и другие варианты объяснения, и не факт, что объяснение логического реализма является наилучшим из них. Третья причина принятия логического реализма состоит в том, что логические факты казалось бы являются неустранимыми. Ну да, конечно, надо признать, что дедуктивные рассуждения используются нам и в науке, вообще и конкретно в математике, но для того, чтобы дедукция в науках работала, нам не надо обращаться к какой-то метафизической природе используемых рассуждений. Ну то есть применение математической индукции, например, совершенно не зависит от того, является ли принцип математической индукции и математическим, и логическим. Ну да, следует признать, что некоторые философские теории зависят от логического реализма. Ну например, какая-нибудь модальная метафизика может признавать, что у нас есть какое-то независимое, ну то есть что имеет место независимо от логических фактов от нас, соответственно, есть некая логическая есть, есть некая логическая необходимость, кто от нас не зависит. Ну и вот эта вот модальная метафизика может не давать на описание вот этой модальной действительности. Но казалось бы, мы могли бы тогда построить аргумент по типу аргументов о неустранимости, однако это не совсем верный ход рассуждения, поскольку если мы посмотрим на аргументы о неустранимости математических объектов из наших научных теорий, то мы увидим, что признается существование тех математических объектов, действительно используются в наших научных теориях, и эти научные теории не могут прилагаться к действительности, не могут иметь приложений, если этих математических объектов нет. Однако ни о каких приложениях философских теорий, допустим, модальной метафизики говорить не приходится. Соответственно, вот аргументы в духе аргументов о неуспринемости невозможны. И четвертая причина принятия логического реализма, это та, которую сообщил по признанию Резника и М.О. Китт-Симмонс, состоит в том, что только логический реализм может объяснить независимость логических в наших языковых конвенций, в нашей психологии, в наших убеждений и желаний. Но Резник настаивает на том, что не следует путать логический реализм и реализм от каких-то других объектов. И надо сказать, что если мы изменяем нашу логику, у нас была сначала классическая логика, а потом мы решили ее заменить на квантовую логику, что изменилось? В действительности ничего не поменяется, поменяются просто наши оценки, наше приписывание некоторым утверждениям или может быть наша оценка некоторых рассуждений. Ну то есть получается, что вот это рассуждение двойка не может быть и не быть четным числом одновременно, утверждение не является описанием логической истины, оно не соответствует такому-то логическому факту. Это утверждение является истинным, потому что природа двойки как числа такова, что она не может быть одновременно и четным, и четным. но то, какова двойка, то, каково конкретно взятое число, совершенно не зависит от логики, от логического устройства мира с точки зрения резников. Вот, ну, противники логического реализма, то есть логические антиреалисты, они не могут объяснить, почему число не может быть и не причетным одновременно. дело в том, что когда сторонний экологического реализма использует рассуждение такого вида, то он подменяет логическую истину, математическую истину на логическую истину. Это утверждение является математической истиной, и к логике с точки зрения резников оно отношения никого не имеет. То есть не логика определяет то, какова природа чисел и что имеет, может аж чего с ними не может быть. Кроме того, резник говорит, мы можем еще посмотреть на такое утверждение истинно, что число не может быть и не быть четным одновременно. Здесь, правда, имеется несколько возможных трактовок того, как мы оцениваем это выражение истинно, допустим, мы принимаем некоторую имманентную теорию истины. На самом деле, резник так классифицирует некоторые варианты дефляционизма. То тогда получается, что если мы изменяем нашу логику, то у нас ничего серьезного не происходит. То есть мы изменяем значение терминов логического словаря, изменяем значение для «не одно», для «и», и для «нет». Но тогда само вот это изменение не является аргументом в пользу логического реализма или против логического антиреализма. Поскольку пока у нас нет дополнительного объяснения, что же значат эти термины, мы не знаем, как в принципе это утверждение следует отцеливать. Как правильно, неправильно, истинно, ложно. Когда же мы какую-то логику зафиксируем, тогда у нас соответственно все будет в порядке и вот эта эквивалентность вида Т, она у вас будет работать как нужно. Если же мы не придерживаемся вот этого варианта дефляционизма, который предлагается резникам, и, например, читаем, что истины, что является некоторым синтенсиальным оператором, который применяется к фрагентским мыслям или пропозициям, которые эффективно существуют, кто тогда истинность вот этой дизюнкции относительно числа, она вообще не зависит от логического словаря, не зависит совершенно от того, правильно наш логический словарь, правильный он у нас или неправильный, то есть соответствует он некоторой логической действительности, логическим факторам и так далее, или же нет. То есть резник пытается таким образом показать, что изменения логики они как бы не могут участвовать в обосновании логического реализма. Значит, какие есть сомнения в концепции логического реализма? Ну, во-первых, имеет место проблема границ. Каким образом вообще мы можем отделить логическую истину как специальный вид истин от каких-то концептуальных, математических или метафизических, которые, как нам кажется, тоже должны иметь место вне зависимости от чего-либо. то есть от наших желаний, нашего языка и так далее. Ну, и кроме того, надо сказать, что, допустим, и Фредди, и Тарский, они признавали относительность своих определений и логических понятий и признавали, что эти определения зависят от того, как мы проводим границу между логическим и нелогическим. Здесь резник ссылается на конкретную работу. Если им будет интерес, можно даже это посмотреть. Вот, ну и достаточно очевидный момент состоит в том, что разные исследователи по-разному проводили вот эту вот границу между логическим и нелогическим. Допустим, Куайн говорил о том, что настоящая логика является первопорядковая логика, ну там, с равенством, если очень хочется. Булос в сферу логического включал фрагмент второпорядковый, когда он предлагал свою множественную квантификацию, ну, по крайней мере, для одноместных радикатов. Это имеет место. Филб и Хелман, которые уже были упомянуты сегодня, они в сферу логического записывают модальную логику в стиле S5. Допустим, ну, то есть, постоянно сфера логического расширяется от Куайна к Вулосу и дальше к Филбу и Хелману. А если мы посмотрим на другую сторону этого движения, то сфера логического может уменьшаться. Допустим, вот она уменьшается у сторонников интуиционизма или у основателей квантовой логики, которые полагают, что даже первопорядковая логика должна быть ограничена в том или ином виде. Вот. Ну, то есть, казалось бы, вот эта вот граница между логическим и нелогическим, она зависит от каких-то наших предпочтений, от нашего удобства, некоторых методологических ценностей, которых мы придерживаемся, или фехософских идей, а не от природы вещей, независимых от нас. Соответственно, непонятно, каким же образом мы можем, в принципе, узнавать логическую истину. Кроме того, у логического реализма имеются некоторые эпистемиологические проблемы. Но, например, как мы можем узнавать логические истины, спрашивает резников. Мы можем попытаться выдвинуть точку зрения, что логические истины позвольствуют с помощью дедукции. Но тогда нам требуется обосновать, почему вот именно эти правила дедукции дают нам знание объективных логических истин. Допустим, для понятия логической необходимости нам потребуется правило Гёдера. Что же нам потребуется для понятия логической возможности? И Резник тут говорит о том, что для логической возможности скорее всего нам приходится математическое моделирование. Но тогда получается, что логический реализм зависит от математики. Имеется ввиду, что все, что мы можем смоделировать математически, оно является логическим возможным. Но тогда Логика зависит от математики, и логический реализм уже не является такой самостоятельной точкой зрения. С другой стороны, мы можем обратиться к некоторым идеям Джераза Дельта Катса, согласно которому для познания логических, математических и лингвистических истин мы можем использовать интуицию. Кроме того, в пользу использования интуиции говорит уже сегодня упомянутый метод рефлективного равновесия, который, как мы знаем, считается основой для построения логических систем в точке зрения Резника. Однако иногда этот принцип может приводить к отрицанию изначальных интуиций. То есть мы начинали с какого-то набора интуиций, строили логику соответственно, исходя из них, а в дальнейшем мы могли пересмотреть нашу интуицию и отказаться от некоторых из них, как от ошибочных. Ну то есть нет никакого основания полагать, что такой процесс построения логики он будет приводить разных исследователей к одной и той же логике, поскольку это процесс балансировки данных логической теории и, скажем так, широкого набора убеждений. И одновременно в использовании той логики, которую мы строим для оценки всего этого, всей этой системы вместе. Здесь Резник опять же обращается к такому наблюдению. Он говорит, что когда мы встречаем споры в логике относительно логических теорий, то эти споры зачастую касаются изначальных интуиций, а не содержания конкретных теорий. Ну, здесь можно прояснить на примере спора интуиционизма и классической логики. То есть одни говорили о том, что закон исключенного третьего не следует верновать в качестве верного. Другие говорили, что его использование вполне себе обосновало. То есть они придерживались изначально разных интуиций. И, исходя из этих разных интуиций, строили разные логические системы. Когда же... Ну, то есть вот эти вот, получается, эти интуиции, они больше похожи на интуиции относительно морали. То есть у нас у всех есть какие-то интуиции относительно морали. И в ходе рассуждений мы можем выстраивать какую-то концепцию морали, и можем пересматривать наши интуиции и так далее. Ну, то есть вот в ходе логического исследования, точно так же, как и в ходе морально-этического исследования, отсутствует некое внешнее, к чему мы могли бы обратиться, и которое мы могли бы использовать для того, чтобы объединить разные данные, разные логические представления и нечто общее из них вывести. Да, конечно, при построении разных формальных систем математическая логика тоже обращается к интуициям. Но дело в том, что она не идет как бы дальше от построения конкретных логических систем. То есть она не предполагает, что так, как конкретная логическая система, которая была построена, схватывает логическую истину в смысле логического реализма, то есть вот в этом метафизическом смысле. Мы говорим о неких теоретико-множественных истинах, например. О том, что одна формальная система у нас предполагает один набор теоретико-множественных истин, другая формальная система предполагает другой набор теоретико-множественных истин и так далее. Но ни та, ни другая формальная система у нас с точки зрения логики не предполагает схватывание этой самой абсолютной логической истины. Ну и надо сказать, что если сторонники логического реализма в объяснении познания логических истины обращаются к интуиции, в смысле каца, то это скорее добавляет проблем к логическому реализму, поскольку тогда у Филда и Хромана возникает некое сложное различие. То есть мы с помощью интуиции математические объекты познать не можем, и соответственно утверждается, что значит математических объектов нет, а при этом логические истины с помощью интуиции познать можем, и утверждается, что логические факты имеют место. Тогда сторонник логического реализма должен пояснить, в чем же отличие между математическими объектами и логическими действиями, и логическими фактами. Пока такого объяснения резник не видит. Также, каким образом мы можем обосновать, что, допустим, теоретикам множественной модели схватывают все возможные миры? Мы можем попытаться обосновать это путем обращения к нашим изначальным логическим интуициям относительно корректности некоторых рассуждений. И эти интуиции являются либо физическими, либо нормативными. Однако тогда получается, что обоснование корректности нашей логической теории не будет лучше, чем эти интуиции. Оно не будет убедительным для тех, кто придерживается другой логической теории и других интуиций. Но, несмотря на то, что у нас имеет место некоторое сомнение в логическом реализме, резник еще раз повторяет, что антиреализм относительно логических значений и логических свойств не предполагает обязательно принятие антиреализма касательно утверждений в формальной логике. Потому что, если мы рассматриваем какой-то формализованный язык, то, соответственно, утверждения в этом формализованном языке, они, конечно же, независимо от нас будут истинными или ложными, но они не отхватывают какие-то объективные свойства действительности. Ну, то есть, вот это я только что сказал, что если у нас имеет место какой-то язык, у нас имеет место некоторый набор тавтологий, у нас имеет место некоторый набор отношений между теми или иными утверждениями на данном языке, но мы не предполагаем при этом, что этот набор тавтологии соответствует абсолютно логическому смыслу логического реализма. Кроме того, еще одно сомнение в логическом реализме состоит в том, что хотелось бы построить империстскую эпистемологию для логического реализма. Однако надо сказать следующее. Дело в том, что из логических, например, модальных истин мы не можем вывести какие-то контингентные утверждения на наблюдение. Соответственно, логические истины не имеют эмпирического содержания. А если мы добавляем какие-то дополнительные посылки к утверждениям математики, то мы можем проверить их на опыте. И в прошлый раз мы это обсуждали, Резник говорит, у него есть, например, в книжке рассуждения по поводу машин тюринга. То есть вот у нас есть некая абстрактная машина тюринга, мы говорим, что есть некая физическая реализация машины тюринга, у нас есть утверждение о том, что они структурно схожи друг с другом, то есть имеют место изоморфизм или, по крайней мере, какое-то соответствие более слабое. Соответственно, мы можем ставить эксперименты с этой физической реализацией машины тюринга и, например, получать утверждение о том, что если наша физическая реализация машина тюринга при выполнении какой-то программы будет... Ну, она остановится, то есть выполнение программы завершится, значит, и в абстрактной машине тюринга то же самое произойдет. И наоборот, мы можем делать выводы. Вот. Но можно ли это делать относительно логических истин и что-то подобное? Резник здесь признает, что вот тот способ переформулировки, который предлагается Хелманом, мы можем использовать и мы можем достичь того же самого эффекта проверки логических утверждений на опыте. То есть некое эмпирическое содержание вроде бы у нас появляется. При этом, конечно же, сторонники логического реализма могут разрабатывать эмпиристскую эпистемологию на основе такой... Ну, хиквайна. Хиквайна на основе постулирования сущности и на основе концепции холизма подтверждения. Ну, то есть у нас будет утверждаться, что некоторые базовые логические концепции, они основываются непосредственно на опыте или они исторические у нас возникли как основанные на опыте, а более высокого уровня логические концепции уже с опытом напрямую не связаны. Их обоснование зависит от сведения к этим элементарным логическим теориям. Вот. Ну, тогда у нас получается, что будет некоторое предельное обоснование, и оно будет эмпирическим, а на практике то, что мы будем использовать, прямого эмпирического основания не будет иметь. Однако такое объяснение знания логической необходимости гораздо более сложным является, чем объяснение математического знания, которое предлагается Резникову в его книжке. И поэтому у нас получается, что вот эта вот идея отрицания математического реализма и замены его на логический реализм, они не являются более предпочтительными в этом прагматическом смысле. То есть это не более простая концепция, чем просто принять математический реализм. Поэтому таких преимуществ нет в логическом реализме. И поскольку он является более сложной концепцией, то скорее он должен быть отвергнут. Что же у нас будет, если мы не придерживаемся логического реализма? Чего мы можем придерживаться? Ну, надо сказать, что это отрицание логического реализма не обязательно предполагает, что мы придерживаемся какого-то конвенционализма или логического релитеризма. Однако ситуация Резник признает несколько парадоксально. То есть с одной стороны мы принимаем нечто, что принимает реалист, с другой стороны мы отрицаем реализм относительно логики. И выход Резник видит в принятии, как он говорит, концепции сдержанного логического нон-когнитивизма, согласно которой предложения, которые категорическим образом, казалось бы, приписывают какие-то логические свойства, демиологические отношения, они на самом деле не имеют истинностного значения, но они выполняют некоторые специальные функции. То есть они не являются дескриптивными, они не описывают, они являются функциональными. Это некоторые действия, как можно так сказать. Функции, которые выполняют такие предложения, следующие. Это сигнализирование в соответствии с практикой построения распушения. То есть мы можем, например, сказать, то, что ты сейчас утверждаешь, противоречит тому, что ты утверждал вчера. Это означает, что мы призываем нашего собеседника пересмотреть его оценку тех или иных утверждений. И мы можем, например, выражать некоторые обязательства к принятию определенных фактуальных утверждений. То есть если мы говорим, что, допустим, ранние взгляды Фреги касательно понятия и значения не противоречить его поздним взглядам, это значит, что мы предполагаем, что мы можем и то, и утверждать, и другое одновременно. И поэтому такого нарушения практик рассуждения не произойдет. Вот. Ну, естественно, у нас нет чего-то такого абсолютного. Да и ко всему мы можем придумать различного рода возражения. Соответственно, против логического ноу-когнитивизма тоже можно придумать возражения. И наиболее сильным возражением резних считает аналог проблемы фрагедича. Фрагедич, рассуждая о... в некоторых идеях Фрагедич сформулировал эту проблему касательно некоторых этических взглядов сторонников логического позитивизма. Вот. Ну, какое решение Резник предлагает? Он говорит, что вот мы можем интерпретировать проблемные утверждения как такие утверждения, которые в некотором смысле молчаливо предполагают указание на норму, определяющую практику построения рассуждений. То же самое утверждение, например, ранее взгляды Фрагед касательно понятия значения, не противоречит его против взгляда. Это не описание некоторого логического факта. Это не описание чего-то, что имеет место в действительности и независимо от нас. это некоторые действия, которые апеллируют к принимаемым нам нормам построения логических рассуждений. И согласно этим нормам построения логических рассуждений, признавать ранние взгляды Фрагед, касательно понятия значений, признавать его поздние взгляды не является чем-то запрещенным. Но, тем не менее, Резник говорит, что, конечно, это лишь набросы потенциального решения проблемы. И он хотел бы, чтобы он, или, может быть, тот-мого еще развили логический многоментивизм. И, как в прошлый раз говорилось, Резник конкретно указывает, что ему очень симпатизируют идеи Саймона Блэкборна и еще некоторые другие, в духе которых бы он хотел развивать логический многоментивизм. Каковы же отношения логического многоментивизма с некоторыми другими концепциями? Ну и надо сказать, что Резник утверждает, будто бы логический многоментивизм не противоречит математическому реализму. То есть он не отрицает какие-то математические действия. И это позволяет Резнику придерживаться одновременно и реализма относительно математики, и нон-когнитивма относительно логики. Разновидности такого антиреализма. Кроме того, надо прояснить некоторые моменты касательно приорности логики. Если мы строим какое-то доказательство некоторой теоремы в математике, то это доказательство дает нам знание не логического факта, как это утверждает Резник, а знание некоторой условной истины. То есть, что теорема имеет место, если имеет место к психу. Соответственно, это позволяет защитить теорему от опровержения с помощью обращения к опыту. Что же мы называем логикой? И говорит Резник. С его точки зрения, логикой мы называем то, что всегда остается зафиксированным в ходе постояня и проверки любых научных теорий. Будь то естественные научные теории или же математические теории. И логика в этом смысле априорна. То есть, она у нас изначально зафиксирована, и мы не пересматриваем ее. И именно поэтому выведение теоремы из аксиом тоже считается нами априорной. Однако, Резник говорит, логика не является априорной в том смысле, что она не подвержена пересмотру. В принципе. Потому что мы вполне можем себе представить ситуацию, когда развитие науки пойдет таким образом или развитие математики пойдет таким образом, что нам придется пересмотреть логику. Ну и вот здесь он опять же говорит об интуиционизме и о квантовой логике, которые показывают, что для разных предметных областей подходят разные логики. То есть, если мы занимаемся изучением квантовых феноменов, нам гораздо удобнее или даже, можно сказать, гораздо правильнее зафиксировать квантовую логику как некие априорные принципы, из которых мы исходим, а не классическую, потому что она просто там не работает. Вот. Ну, Резник здесь выводит некоторый методологический принцип. Он рассуждает относительно того, как же относиться к тому, что существует много различных логик, а и вот эта граница логического и не логического является подвижной. он говорит, что поскольку логика фиксируется, то для прогресса науки гораздо более подходящим является использование самой минимальной логики, потому что в таком случае она будет создавать меньше помех для научного прогресса. вот, то есть здесь он использует дополнительную аргументацию, да, и пользуясь точкой зрения того же кванина, конечно, надо ограничивать или порядковой логикой и не идти выше. Вот. На это все. Спасибо за внимание. Какие у вас будут вопросы? Так. 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 Продолжение следует... У меня не столько вопрос, сколько некоторое такое соображение определенное, то есть я понимаю в принципе идею о том, что почему логический реализм не проходит, потому что в отличие от математического реализма, математические истины как бы не устранимы, а логические истины, я так понимаю, ну так, короче говоря, так их обосновать не получится. И вот эта аргументация по поводу того, что про двойку и четное число, ну на самом деле идея это понятна, но я не понимаю, почему это на самом деле все-таки не является подстановкой в логический закон стандартный. Одним из его проявлений, можно так сказать. То есть мы же туда можем засунуть не только двойку, мы можем засунуть туда что угодно. Получим то же самое. Ну вот если мы туда засовываем что угодно, то у нас могут возникнуть сложности. В духе того, что код Шрёдингера одновременно жив, не может быть живым или неживым одновременно. Это тоже подстановка в закон о логике. Ну, то, что претендует на статус закона логики, как некоторого вот схватывания объективной структуры действительности. Но оно просто не работает. Окей, я понял. А если логика схватывает не объективные структуры действительности, а объективные структуры наших рассуждений? Тогда не совсем понятно, почему разные логики работают относительно разных предметных областей. То есть у нас рассуждения, что ли, имеют разную структуру, когда мы о разных предметных областях думаем или что происходит? Я понял. Ну, то есть, условно говоря, что меняется, если мы спускаемся на квантовый уровень? Ну, уходим, в смысле, в квантовый уровень. То есть меняются не рассуждения, меняются объекты, которые мы изучаем, о которых рассуждаем. Понятно, правильно, да. Ну, а с истиной как быть? Какую концепцию истинности тогда нам используют? Дефляционизм? Ну, сам резник, да, придерживается варианта дефляционизма. А с логическим плюрализмом у него как? А он у вас сторонник? Ну, вот сложно оценить, сторонник он или не сторонник логического плюрализма. То есть он же говорит о том, что как строятся логические теории. Они строятся путем вот этого самого рефлексивного равновесия. То есть мы исходим... Вот у нас есть один исследователь логики. У него есть один набор интуиций. Он, исходя из этих интуиций, строит какую-то логическую теорию, начинает эту логическую теорию применять сам для себя, для оценки своей логической теории, своих интуиций и всех своих убеждений более широкого плана. И он приходит к ситуации так называемого широкого рефлексивного равновесия, когда никаких противоречий с точки зрения его логики, которую он построил, у него нет. Ну, естественно, он считает, что это правильная логика. Другой исследователь логики начал с других интуиций. У него есть другие убеждения. Он построил другую логическую теорию. И точно так же он пришел к ситуации широкого рефлексивного равновесия. Он считает, что вот его логическая теория правильная. Но когда мы являемся одним из этих исследователей, мы не готовы признать позицию логического плюрализма. Потому что для нас правильной является только одна логика. А все остальные неправильные. Но при этом, если мы как бы занимаем некую позицию третьего лица, такую объективную, как бы поднимаемся над вот этими исследователями логики, то мы, конечно, видим, что существуют разные логические концепции. И они имеют разные области применения. Одни подходят для вот таких рассуждений или для таких предметов, о которых мы можем рассуждать. Другие подходят для других. Но говорить о логическом плюрализме достаточно сложно, потому что конкретному исследователю логики, как бы получается, остальные концепции недоступны. То есть он не может даже временно отвергнуть свою концепцию логики и встать как бы на место другого исследователя, который выдвинул другую логическую концепцию. Мне здесь вспоминается Карл Поппер. Согласно Карлу Попперу, логические исчезнования работают применительно к некоторым конкретным дескриптивным языкам. Допустим, если мы строим... Если мы строим исчисления для объектов, которые стабильны, это будет нечто другое. И всякое исчисление логики или арифметики описывается своими дескриптивными языками. Если под плюрализмом логики иметь в виду плюрализм исчислений, то это, мне кажется, вполне нормальная ситуация. Хотя мы можем иметь под плюрализмом логики что-то иное, чем плюрализм исчислений. Исчислений должно быть много. Они должны быть разными, чтобы работать применительно к различным областям. Ну, или лучше сказать, к различным дескриптивным языкам для различных областей. Так примерно. Ну, или плюрализма не может не быть. Можно так еще сказать. Плюрализм необходим. А в математике дело по-другому обстоит с различными математиками, вроде там классической, интуиционистской и так далее. Как и с логикой. Как обстоит дело в математике? Ну да, там же тоже условно можно выделить не классические математики по-позванию. Ну, ну да. Но математика, она более напрямую, мне кажется, применяется к различным областям. Когда мы берем логики, то логики работают лишь в отношении дескриптивных языков для различных дескриптивных областей. Когда мы работаем с математиками, то математики не обязательно работают для языков. Они могут работать напрямую для различных областей. Ну, наверное, так. Ну да, и тут, если еще вот говорить по поводу разных математик, то, ну, надо сказать, что, допустим, вот выделить классическую математику и конструктивную, или там интуиционистскую, если хотите так называть, то это можно сделать. Но дело в том, что ведь интуиционисты, они... Ну, то есть все утверждения, которые признаются интуиционистами, они признаются классическими математиками. Скорее, это сужение математики. Это не альтернативное, как бы, да? Там противоречия-то между ними как бы нет. Ну, да. Такие между логиками тоже противоречия не получится построить. Ну, почему же? Вот, допустим, квантовая логика она все-таки другая, в отличие от классической. Она не является сужением ее. Ну, если не является сужением, но как бы противоречие это нечто святое для всякой логики. И построить противоречие между различными логиками мне кажется, все-таки невозможно. Ну, я имею в виду, что есть некоторый набор истин, с которыми сторонник классической логики согласится, а сторонник квантовой нет. И, соответственно, есть набор истин, с которыми сторонник квантовой логики согласится, а сторонник классической не согласится. Есть, да. Но противоречия нет. Ну, хорошо. Давайте это не противоречие будем называть это как-то по-другому. Несовместимость, может быть. Ну, может быть, в отношении несовместимости не возражаю. Может быть, такое быть. В работе Рассел, которую я сегодня не представлю, используется... Короче говоря, она тоже несколько бьется с тем, как это назвать. И в конце концов, как я понял, она пришла к формулировке, что они не согласны друг с другом в отношении определения того, какое множество аргументов считать общезначимыми, а какое считать необщезначимыми. но из этого не следует, что их надо рассматривать как соперников. Да, так. Вот. И все-таки мне кажется, во всех логиках есть нечто общее. Ну, самой противоречивой логики по определению быть не может. Логики без отношения следования, как бы мы ни трактовали, следования быть не может. И так далее. Есть вот какие-то такие святые киты, которые присутствуют во всякой логике, и которые по большому счету не могут быть отброшены, делают логику чем-то единым, несмотря на то, что это единое может иметь различные, может быть, несовместимые формы. Ну да, может быть, нам стоит искать реальность чего-то логического не в собственно логическом, а в каких-то почти металлогических вещах. Вот пропозиции нет, а логическое следование есть. Ну да, но все равно логическое следование будет по-разному определяться. Ну то есть вот даже каких-то исходя из каких-то базовых интуиций и логики все равно таковы, что они ну то есть у нас набор логик таков, что найдутся очень сильно друг на друга не похожие. То есть у нас нет какого-то даже одного логического принципа, который бы признавался всеми. Даже закон тождества не всеми признается. А вот если я скажу, что невозможно логика, не имеющая логического следования, а вот если я скажу невозможно логика, которая самопротиворечивна. А что там самопротиворечивая это возможно? Нет, какая? Если мы берем пары непротиворечивой логики, то они не являются самопротиворечивыми. они являются дедуктивными системами, в которых нету самопротиворечия. Они просто допускают конструирование некоторых противоречий. Но они не самопротиворечивы, они совершенные дедуктивные системы. в них нету внутреннего противоречия, в них обязательно присутствует логическое следование. Ну, а если мы специально построим плохую логику, которая плохо работает и сама себе противоречит? А зачем нам такое нужно? Ну, чтобы показать Дмитрию Владимировичу, что есть логики, которые сами себе противоречат. что-то и построите, но вряд ли кто-нибудь назовет логикой. Если ты такого типа что-то построил, я не уверен, что найдется человек, который серьезно признает логикой. Ну, тоже верно. Вот в прошлый раз я говорил, что логика связана с нашей конечностью и логика можно еще добавить связана с языком. Она работает с определенными типами дескриптивных языков. Всякая логика имеет свой набор дескриптивных языков. Ну, и когда мы говорим о человеческой конечности, о которой я также говорил, логика более жестко завязана на эту человеческую конечность и мне кажется человеческая конечность входит каким-то образом даже в содержание логических конструкций. Математика также связана с человеческой конечностью. Например, если мы будем строить математики, в которых будут объекты той же сложности, допустим, что человеческий мозг, то такие математики нафиг нам не нужны, потому что мы не сможем работать с такими математиками, в которых есть объекты со сложностью равной сложности головного мозга. Математика зависит от нашей конечности, но в более мягкой форме, чем логика. Логика напрямую с дескриптивными языками, с возможностью чисто синтаксического получения института и так было. Продолжение следует...